Ваша соратница и коллега... У меня соратница только жена. Коллега, хорошо, ваша коллега, медиа-менеджер Маргарита Симоньян, очень обиделась, когда я в этом же проекте с ней общался, когда я употребил слово пропаганда. Вы считаете, что только исключительно негативная коннотация у этого термина? Вы никогда не занимались пропагандой? Смотрите, для меня есть на это очень простой вопрос. Чем пропаганда, чем пропагандист отличается от журналиста? На самом деле я для себя это определил, и с этого времени я говорю, пропагандист это тоже профессия. Ну и профессия. В чем отличие? Журналист человек безответственный. Вот он говорит что-то, и разные люди понимают по-разному. Он говорит это без цели провоцировать, без цели создать общественное мнение. У него одна цель – обратить внимание. У него нет решения. Пропагандист имеет в виду цель. Я хочу, чтобы Албанию считали наркогосударством. И вот все плохое про Албанию, он сначала цель, потом информация. Для журналиста сначала информация, сначала мнение, а цель у каждого своя. В этом принципиальный разница. Поэтому, когда мы видим, что человек из раза в раз одно и то же, для того, чтобы рассказать, какие плохие там, я не знаю, тунисцы, украинцы, евреи, русские, неважно кто. Это пропагандист. Это, двумя, это пропагандист. Другая профессия, не коллега. Пропагандист не коллега. У него другая профессия, потому что другие приемы, другая цель. Просто отдельно. Ну вот есть такая, есть столер, а есть краснодеревщик. Это разные профессии. Смотрите, вот я сейчас, допустим, готовя анонс нашей беседы, вырезаю фразу. Венедиктов говорит, я хочу, чтобы Албанию считали наркогосударством. И вне контекста, вот выдаю это в эфир. И это тиражируется, Венедиктов хочет, чтобы... Это пропагандист. Этого очень много сейчас. Согласен. Причем этого очень много на Западе. Я с конца 70-х слежу за Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, старался читать что-то библиотека в Советском районе, хотя это было сложно. Там же тоже происходит черти что. Вам не кажется, что западные медиа, они сейчас, у них какой-то дрифт в сторону советских стандартов в плане вранья? Но мы все равно впереди. Все-таки, да, надо... Вот здесь мы можем гордиться. С точки зрения так называемых фейк-ньюс или постправды, мы все равно впереди. Понимаете, это важно обсуждать, это правда. И вообще профессия журналиста, она размывается соцсетями, потому что каждый, кто имеет аккаунт, он уже источник информации, он прото-журналист. Поэтому наша задача, как мне кажется, наша здесь на эхе, профессиональных журналистов, селектировать... Никаких фейк-ньюс нет. Селектировать неправду, неполную правду от правды. Вот и вся история. Редактор субтитров А.Семкин